Бурбоны, европейская династия, младшая ветвь королевского дома Капитингов, происходящая от Робера, младшего сына Людовика IX святого, вступили на французский престол с пресечением другой ветви Капитингов, династии Вуа, в 1589 году. Династии являются, вероятно, не только древнейшим, но и самым многочисленным из европейских монарших домов. Еще до провозглашения Генриха Наварского королем Франции от основного древа рода бурбонов отделились принцы Конзи несколько иных ветвей, из которых только ветвь бурбонов Бюссе продолжает существовать и сегодня. Старшая ветвь герцогов бурбонских – крупные ветви рода. Старшая ветвь бурбонов пресеклась в 1883 году с кончиной внука Карла X, графа де Шамбура, испанские ветви. В 1700 году внук Людовика XIV герцог Анжуйский получил испанский престол и стал королем Филиппом V. После ряда низложений и реставраций бурбоны царствуют в Испании и ныне, согласно Утрехцкому договору 1713 год, потомки Филиппа V отказались от прав на французский престол, хотя французские роялисты-легитимисты в XIX в считали законными наследниками именно испанских бурбонов, как старших в династии. Корлийская ветвь – потомки Дона Карлоса старшего, младшего брата короля Фердинада VII, который лишил его права наследования престола в пользу своей дочери Изабеллой, чем нарушил солический закон, принятый в доме бурбонов. Войны сторонников Карлоса и его потомков против Изабеллы и ее наследников получили название «карлийских». Корлисты потерпели поражение, а сама ветвь пресеклась в 1936 году. Ветвь Изабеллой – потомки Изабеллой II и ее двоюродного брата Франсиско, которые правили страной до 1931 года и с 1975 года. Ветвь имеет трех современных представителей мужского пола – Луиса Альфонса, потомка старшего брата отца нынешнего короля, глухонемого Дона Хайми герцога Сеговии, династически старшего во всей династии бурбонов. Они претендуют на главенство вроде бурбонов, а также на французский престол – Хуана Карлоса и его сына Филиппа VI. Согласно нынешнему испанскому законодательству, наследовать престол могут только потомки правящего короля, включая женщин Сивильская ветвь, Марганатическая ветвь потомков брата Франсиско, принца Энрики, существует до сих пор Сицилийская ветвь. Потомки сына короля Карла III Фердинанда, ставшего королем Сицилии, правили в Сицилии и Неаполе. Ветвь существует и сейчас, насчитывает 17 представителей Пармская ветвь, потомки Филиппа, одного из младших сыновей Филиппа V, ставшего герцогом Пармским. Многочисленные представители живут и сейчас. Люксембургская ветвь Жанна и его многочисленные потомки. Ветвь происходит от одного из младших сыновей Пармского герцога Роберто Феличи. Орлеанская династия ветвь французских бурбонов, происходящая от Филиппа Орлеанского, младшего брата Людовика XIV. Ее представителем на французском престоле был Луи Филипп I. После 1883 года, когда пресеклась старшая линия династии бурбонов, глава Орлеанского дома считает себя главой Королевского дома Франции. Эта претензия оспаривалась с представителями испанских линий. Нынешний номинальный король Франции из Орлеанского дома Анри Ветфорлеан Браганса, потомки внука Луи Филиппа I Гастона, династия потомков бразильских императоров Ветфорлеан Галлиера. Потомки младшего сына Луи Филиппа I Антуана, женившегося на испанской принцессе, имеют шестерых ныне живущих представителей. От младшего брата отца Генриха IV Антуана Людовика происходят роды Конди и Конти, французских принцев крови, пресекшиеся в начале XIX века. На тронах Европы представители династии бурбонов были или являются в настоящее время монархами следующих государств – Наваррского королевства, Франции, Испании, Неаполя, Сицилии, Королевства обеих Сицилий, Пармского герцогства, Великого герцогства Люксембург.